Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму домашнюю томатную пасту без отходов и длительного уваривания. Список необходимых ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 3 килограмма плотных помидоров сорта сливка нарезаем небольшими дольками. Помещаем их в широкую подходящую для варки посуду, отправляем на умеренный огонь и ждем, пока выделится достаточное количество сока. При этом томаты периодически перемешиваем. Когда все помидоры покроются жидкостью, вставляем в них сито и с помощью половника убираем как можно больше сока. У меня томаты находились на огне 40 минут. За это время мне удалось собрать 600 миллилитров сока. Его можно использовать для приготовления различных супов и консервации. Или же просто добавить по вкусу соль и выпить. После варки даем помидорам полностью остыть. Емкость ничем не накрываем. В процессе остывания испаряется лишняя влага. Дальше протираем томаты через сито. Жмых не выбрасываем. Из него получается замечательная томатная паприка. Рецепт ее приготовления можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. В полученное томатное пюре добавляем 1 чайную ложку соли, перемешиваем и отправляем на небольшой огонь. С момента закипания увариваем массу до нужной нам консистенции. От 30 минут до часа. Пасту все время перемешаем. Кастрюлю для варки лучше брать высокую и с толстым дном. У меня паста кипела 50 минут. Даже в горячем состоянии видно, что она густая. Готовую томатную пасту перекладываем в сухую стерильную банку. Из 3 килограммов помидоров получается примерно 500 граммов томатной пасты. Сразу закручиваем банку крышкой и убираем на хранение в погреб или кладовку. Вот и все. Густая томатная паста без отходов и длительного уваривания готова. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.